Привет, друзья! Это канал Яхты на Колесах. Меня зовут Антон, и мы продолжаем свой онлайн-дюссельдорф, такой альтернативный. Приехали, наконец, в город Бадвальзе. Хьюмер здесь располагается, завод. И вот мы сегодня в таком шоуруме выставочном посмотрим с вами настоящую трехосную яхту на колесах Хьюмер MLI 890. Быстро по техническим моментам. 5,5 тонн вес машины. Это всегда, поскольку трехостик, вот такая тяжелая история. Почему я сказал в начале яхта? Потому что трехосные автодома очень плавные, мягкие за счет двух осей в задней части. И то есть это всегда такой большой автодом, при этом на небольшое количество спальных мест. То есть здесь мы видим два спальных места всего-навсего, но четыре ремня, четыре пассажира. То есть рассчитано, чтобы у нас здесь передвигались. В остальном все остальные технические характеристики будут в описании ролика или где-то дополнительными плашками, когда мы будем говорить об этих моментах. А сейчас мы идем внутрь. Шасси у нас. Mercedes-Benz Sprinter. Чем классно с шасси вообще Mercedes? То, что у нас практически всегда в большинстве комплектаций будет вот эта мультимедиа, которая сразу же работает на русском языке. То есть я вот здесь буквально две минуты потрогал настройки, и все, у меня эта вся история работает на русском. Мы обещали вам как-нибудь сделать подробный обзор вот этой системы Mercedes, и обязательно это сделаем. Сейчас я пробегусь быстренько. Вот запустилась мультимедиа. Она, как видите, уже на русском языке. То есть есть много всяких помощников. Удержание полосы, адаптивный круиз-контроль, такой своего рода автопилот. Вот, кстати, навигация нажимаем. Мы видим, что мы находимся в Германии, в Бадвальзе, и можем сказать «Привет, Mercedes!» Чем могу помочь? Поехали домой. Навигация к цели активируется. И сейчас она построит автоматически. Вот цель Москва. То есть вы видите сейчас выставочный образец, который стоит здесь, в Германии. Я его без проблем перевел на русский язык. 2807 километров мне посчитало маршрут. Следуйте к указанному маршруту. Вот, следуйте к указанному маршруту. Двигаем-двигаем карту. Сейчас быстренько вам покажу. И вот она, наша финальная цель. Смотрите, гостиница «Космос», проспект Мира, 150, отображается в 3D. 3D, конечно, честно говоря, кривоватое, но не то, чтобы сильно это важно. Важно, что в немецкой машине у нас навигация в шарах, и все на русском языке построилось до дома. Во. В маршрут включены платные дороги, и дороги, ограниченные по времени суток. Пункт назначения находится в зоне с ограниченным правом проезда. Все, на этом обзор «Мерседес» заканчиваем. Отдельно к нему вернемся, и переходим к самому «Хюмер». Это у нас «Интеграл». И вот мы с вами смотрели «Нисман Бишоп». Там не было дверей. И, например, на выставке самой «Бюссельдорф» мы смотрели на «Морелла». Там тоже не было дверей фэдных. А здесь вот она есть. Я, кстати говоря, там хвалил и ругал то, что хорошо, когда иногда нет двери, потому что эта дверь не всегда такая качественная. И правда, у «Хюмер», у «Интегралов» раньше они как-то были иногда достаточно хлипкие и неприятные. Это линейка 2021 года. То есть мы смотрим с вами новинки. И вот в этом году дверь реально, наконец, сделали приятной. Она из очень приятного прорезиненного такого покрытия. Ничего не шатается, не скрипит. Она достаточно монументальная и с очень приятным звуком закрывается, чего мне раньше как раз-таки не хватало. Поэтому эта дверь прямо вот 100% стала лучше. Кресло у нас кожаные. Какие-то здесь есть поддержки, подкачки, пневматический подушек. Конечно, электрическая штора в передней части. Так, козырьки эти опускаем. Кстати, козырьки, смотрите, присутствуют. Очень часто в «Интегралах» этих козырьков просто нет. И то есть надо, по идее, вот эту штору в каком-то таком положении среднем фиксировать. А здесь у нас полностью есть вот эта вся история. Также есть какая-то шторка, которая мне была непонятна также и вниз, Манбишев, которая доходит до середины. Как мне здесь подсказали в целом, что, скорее всего, эта шторка сделана, чтобы вы могли вот так до середины закрыть, и у вас при этом какой-то дневной свет попадал, но посторонние глаза, которые находятся примерно на этом уровне, сюда не заглядывали. В кабине еще из интересного здесь есть зарядка USB Type-C, вся вот эта вот история. В остальном, в принципе, ничего необычного, все по классике для такого максимально жирного «Мерседеса». Столовая группа. Кстати, забыл сказать, что здесь есть кнопочка, с помощью которой можно слить бак серой воды прямо из кабины водительской. То есть вы подъезжаете на какую-то ливневку, которая для этого приспособлена, просто в кабине нажали, все слилось, поехали дальше. И система интересная. Столовая достаточно компактная, но, наверное, учитывая, что машина, в принципе, на двух человек, может быть, этого и достаточно. Стол вот так вот стильно реализован в круглом таком решении, шпонированной по краю поверхности. Это фанера со шпоном сверху. И в середине что-то типа искусственного камня на ощупь. Есть вот такой рычажок. Мы его нажимаем и тянем стол. Когда мы его тянем на себя, он раздвигается полностью, и в середине мы видим такую вставку. Потом мы начинаем двигать обратно, по идее, должно это так работать. А вот до конца мы тянем, стол поднимается вверх. Все. Стол собрался, и теперь он у нас овальный. Примерно таким же образом он разбирается обратно. Вот эти крылышки надо опустить вручную. Все. И стол складывается, и снова стал круглым. Конечно, в этой столовой группе, в принципе, комфортно расположится 4 человека. Потому что вот я могу сесть раз, и с этой стороны второй человек без проблем сядет. И здесь же два пассажирских как бы ремня. Ну и два человека сидят у нас на креслах, которые поворачиваются в кабине. Два ремня, как вы здесь как раз видите, это вот у нас пассажирская как раз история. Что еще за моей спиной? Телевизор, он очень интересным образом на электроприводе прячется и уезжает вниз. Единственное, что мне непонятно, почему кнопку запихнули куда-то вот туда внутрь ниши. Мне максимально неудобно держать там руку, чтобы все это опускалось и закрывалось. Не знаю, почему такое решение, но тем не менее вот так. Не то чтобы прямо это невозможно, но... А, кстати, вот эта вот дверка с таким листом очень плавно опускается. И здесь у нас сверху стекло. Позже посмотрим. Надо мной здесь мы видим вот такие светильнички. Они реализованы здесь по всему салону. То есть мы и в спальне такие с вами не видим, но с противоположной стороны. Фонарики такие вот в домашнем стиле, как маленькие абажурчики сделаны. То есть они тканевые, на такой натянутые. Ну, в общем, видите сами. Это достаточно интересно, уютно, по-домашнему выглядит. При этом они достаточно крепкие. То есть вот я их трогаю. Прямо все это основательно. Сенсорная маленькая кнопочка, которой мы касаемся. И светильничек включается. В принципе, по столовой группе это все. Вот еще один такой маленький торшерчик-светильничек с противоположной стороны. Шкафчики давайте посмотрим. Они все одинаковые. То есть и в передней части над кабиной, и вообще по кругу все шкафы. Вот такие одинаковые. Тоже плавные доводчики. Здесь чтобы все это закрывалось. Вот здесь пленка имитация шпона. Здесь тоже все, в принципе, это имитация шпона. Матовые белые фасады приятные. И ручка тоже, в принципе, очень приятная посередине. Хотя, конечно, в первый момент, когда заходишь, уже привычка, ждешь пуш-опен. Но даже не знаю, на самом деле, ручки здесь приятные. Они мне нравятся. Тканью отделаны вот эти вот фасадные части, элементы. Они звукопоглащают, и поэтому это достаточно приятно. Полочка, резиночки. Ну, все такое вот по красоте сделано здесь. Давайте уберем вот это и посмотрим, что у нас. Да, здесь поднимается так столешница, и есть небольшая еще ниша для хранения. И ниже такой комодик, 15 килограмм, кстати, шильдики, наклеенные на ящиках. И вот это хорошо, что они их здесь наклеили, потому что в Нисман Бишев, я как раз искал эти шильдики, ящики похожие, поэтому, думаю, тоже 15 килограмм. Но как-то не позаботились они почему-то наклеить нагрузку. И есть, конечно, соблазн, например, перезагрузить ящик. Выше у нас тоже опять вот жду пуш-опен, а на самом деле просто на себя тянем. Спрятался пульт. Вообще хочется сказать, что в этом году я вот в Хюмер походил, посмотрел. Очень много стало вот этого пульта управления, который нам знаком по Адре, в том числе по самым дешевым там санливингам. Там вот абсолютно аналогичный пульт, аналогичного плана. Не могу сказать, что он какой-то плохой или нет, просто вот как-то он ассоциируется уже, например, лично у меня с тем же санливингом. И здесь его было видеть неожиданно, но он удобный, понятный, простой. Альде управление. Вообще в целом этот модуль как-то вот спрятанный выглядит как-то пустовато, потому что всего-то здесь у нас Альде и Трума. Трума газовая, то есть управление связано с газовыми баллонами. Но пульт этот не один. С противоположной стороны... С противоположной стороны спрятались в шкафчике еще дополнительно вот какая-то кнопочка от Dometic. И что самое главное, конечно, здесь у нас антенна и что-то связанное с солнечными батареями. Антенна, в принципе, логично, что ее разместили здесь, потому что у вас рядом телевизор, вы смотрите в телевизор. Но тянуться в этот шкафчик прямо максимально неудобно, потому что мне надо коленкой вставать на диван. И поскольку эта машина чаще, конечно, рассчитана, ну, там, на пожилых людей, там, ну, по крайней мере, в Германии в основном на таких машинах путешествуют пенсионеры, не знаю, насколько это классное решение было туда размещать пульт, до которого вообще максимально неудобно тянуться. Розетка 220 вольт, кстати, вот сразу видим тоже, которая как бы относится у нас к столовой группе. Две USB розетки. Такие стандартные, простые, квадратные модули. То есть к юмору, он такой вот классический дизайн, как-то удачно в целом совмещают со современными какими-то стилистическими решениями. И вот эти вот розетки, мне кажется, это как раз-таки подчеркивают. При входе у нас в таком углублении сделано зеркало. Зеркало с подсветкой, что хорошо, оно достаточно большое. Мы можем при входе на себя посмотреть, и нам будет светло. Плохо только то, что ленту не спрятали даже в какой-то софтбокс. И вообще, в принципе, разместили ее на фоне зеркала. И она светит в глаза, и нереально этим раздражает. Это какое-то достаточно глупое решение. Конечно, не то, что это большая проблема спрятать ленту в софтбокс, даже там позже. Но при такой цене машины, конечно, не очень хотелось бы это дорабатывать. Хотя, не знаю, может быть, кому-то все равно на это. Я просто вот прямо сильно мне всегда режет глаз, когда я вижу ленты, которые светят, бьют в глаза и не спрятаны, не замаскированы. Мы плавно попадаем в кухню. Здесь небольшой духовой шкаф такой, ну или гриль скорее, наверное. Узенький для того, чтобы там приготовить пиццу, еще что-то. Вот он узенький, над холодильником разместился. Холодильник премиальный, дометик, открывается в любую сторону. Раз, два. И, в принципе, в дорогих домах мы их с вами видим часто. Если вдруг не видели вы, то я недавно смотрел подобные холодильники. Очень много в прошлых обзорах. Поэтому заходите на канал, подписывайтесь, не забывайте об этом. И смотрите наши прошлые обзоры. Я часто к ним отсылаюсь. И, в принципе, это у нас такой, как сериал, можно сказать, когда мы едем на какие-то выставки. Все с друг другом связано, и мы смотрим в сравнении. Поэтому это важно смотреть, в принципе, эпизоды по порядку. Шкафчик такой раздвижной. Их я очень люблю, потому что они максимально эффективно используют вот это небольшое пространство углублений. При этом мы выдвигаем, и у нас все на виду. Не надо никуда тянуться. Можно здесь поставить какие-то бутылочки, коробочки. Все это рядом с холодильником у нас разместилось. Конечно, есть плавные доводчики. И ручки вот так закрываются. Кухня. Вот такой, как бы, слегка L-образный модуль. Из искусственного камня столешница. Интересная плита стоит от Thetford с индукционной панелью. То есть, у нас два газовых, две газовых, как бы, огня. И один индукционный. Это интересное, опять же, решение. Мне кажется, индукционные плиты самыми современными, на самом деле. И такими передовыми. Очень их люблю. Дома такой же пользуюсь, несмотря на то, что есть газ. Потому что они удобные. И, как бы, в автодоме универсальность вообще это классно. Потому что у вас, допустим, закончился газ, вы все равно сможете, там, воспользоваться электрическим. Нет электричества, воспользовались газом. Вот это хорошее, мне кажется, решение. Здесь у нас две розетки, 220 вольт еще разместились. Раковина цельным каким-то таким, такой вот частью попадает вниз. И только металлическое дно у нее сделано. А все остальное искусственный камень. Нет, пластиковый смеситель. Смеситель вот такой пластик, имитация металла. Ну, в принципе, достаточно крепкий такой основательный. Где-то я уже тоже такое видел. Рядом есть еще маленькое окошко. Не могу понять, честно говоря, утилизатор там стоит или нет. Но я так подозреваю, что вот такие маленькие раковинки часто используются именно для установки утилизатора, чтобы какие-то мелкие бытовые отходы он перерабатывал. Ниже опять вот такой выдвижной модуль, в который максимально классно поставить какие-то порошки и что-то еще. Маленькие коробочки. Ящички. Внизу, конечно, для вилок-ложек первый. Вот, кстати, он компактный. Мне кажется, вот это оптимальная история по размеру для вилок-ложек. Потому что иногда какие-то огромные ящики во весь столовый модуль. И это все превращается в единую. Ну, то есть, вы понимаете, у вас, допустим, лоток занимает половину огромного ящика. И окей, там лежат вилки, ложки, а рядом у вас свободное место. Вы начинаете туда накидывать что-то еще. Дома это все нормально. В дороге это все начинает летать. И в итоге все вилки-ложки надо перемывать в случае, если это оказалось в одном ящике. Непрактично. 15 килограмм также нагрузка на ящики. Ну, то есть, я к тому, что этот ящик, по-моему, оптимален по размеру для таких целей. И вот такой глубокий большой ящик у нас угловой. Здесь перекрываем газ для бойлера, для холодильника и, конечно же, для плиты. Ну, и выключить. Тут тоже у нас выключатель. Вот, светодиодная еще подсветка включается над столешницей. И остальная тоже здесь управляет. Ниже еще один ящик. В прошлых обзорах трехосников и вот таких интегралов я забыл обратить внимание, честно говоря, на пол, потому что отвлекся на какие-то еще вещи. Везде присутствует двойной пол. Не везде, правда, он имеет багажное отделение большие, как здесь. Огромная здесь такая ниша, в которую мы имеем доступ. Я вам пояс же покажу снаружи. Там можно сбоку через дверь и получить сюда доступ. То есть, это еще одно багажное полноценное отделение, которое, если надо, мы открыли пол и тоже в него залезли. И еще есть лючки. Здесь у нас блок электрификации, то есть предохранители все. И вот они, огромные аккумуляторы Варта спрятались здесь тоже у нас. Аккумуляторы разместились тоже в двойном полу. Естественно, двойной пол весь подогревается. И все это у нас не замерзает зимой. В наказание за то, что не показал вам в прошлых обзорах двойной пол, буду теперь вот на себе тестировать. Такое багажное отделение у нас еще в задней части, то есть где душ, туалет. По объему, как видите, я в него поместился, но доступа к нему снаружи нету. То есть через лючки, только вот через этот пол. Но, мне кажется, очень удобное место для хранения всего вообще. И тот лючок, который я показал чуть ранее, у него есть второй доступ в багажник. То есть вот сюда, раз, два лючок. Можно, получается, через уличные двери получить доступ. И плюс еще аж два люка. Достаточно классно здесь все с этими багажными отделениями и с доступом в них. Кстати, в разрезе мы можем посмотреть на то, из чего сделан пол. Пластиковая нижняя часть. В середине огромный какой-то очень прессованный плотный пенопласт. А сверху, я так понимаю, это какой-то толсткий профессиональный, как это называется, промышленный линолеум или что-то вроде того. На первый взгляд производит ощущение ламината, но нет, это какой-то линолеум. Что на самом деле хорошо, потому что вода, грязь и так далее самое практичное будет. Часто просто линолеум выглядит не очень, здесь он выглядит хорошо. Дальше, ближе к спальне, еще один лючок в двойной пол. Опять видим, кстати, пенопласт вот в разрезе, который утепляет. Здесь у нас бак с серой водой и бак с чистой водой. Вот мы и попали с вами в душ и туалет. Туалет, конечно, открывается дверь, и она же перекрывает у нас основное пространство. Это мы видим с вами часто. Также, конечно, спальня отделяется и вот такой раздвижной дверью. Дальше мы видим раковину, которая у нас вот в этом общем санузле находится. Кран сделан из стены. Он не вынимается. Часто вот эти краны, шланг оттуда вытаскиваются. Нет, здесь все просто статичный кран. Его можно выкрутить, если нужно что-то там, наверное, отремонтировать. Давайте найдем, как подсветку. Вот подсветка. Короче, кажется, что вот здесь должна быть подсветка в этих матовых стеклах, и она, по идее, есть. Только я не могу найти, где она включается. Вижу, вижу, вижу. О, нашел. Подсветка в зеркале есть. За дверками небольшой шкафчик с резиночками спрятался. Вот такие углубления. Вот этот материал мы видели, кстати, и на кухне. И иногда, вот мы где-то недавно видели похожую историю. Это была такая обклейка под камень, и она была не очень приятная. Была шершавая, какая-то пилка для ногтей. Здесь это гладкая история, то есть это абсолютно тот же материал, которым сделано и вот это, ну, вот это покрытие ламинирования ДСП. Так вот, и здесь сделано так же. Раковина вот в столешнице. Это все у нас какой-то пластик. Ну, такой достаточно тонкий, легкий. Ничего необычного в нем не вижу. Ящички по 15 килограмм, 3 штуки. И выключатели, как вы уже поняли, с двух сторон. То есть, которые включают подсветку. У нас всю вот эту. И эта подсветка зеркала. Далее идет душевая кабина. Она угловая. Стеклянные двери. Фиксируются они. Да, на магнитке фиксируются на стыке. И при необходимости для экономии места закрываются внутрь. Душевая кабина мне нравится. Она из такого плотного пластика. Очень в целом приятная на ощупь. Металлический рейлинг, ограничивающий полочку. Внутри присутствует. И внизу поддон, который деревянный. В принципе, для того, чтобы на него встать. Вот, когда вы что-то зашли. Но его надо убирать, когда моетесь. Потому что они не рассчитаны для использования под водой. Туалет, в принципе, обыкновенный. Компактный. Все фасады, в основном, сделаны вот из этой общей светлой отделки. Есть небольшой шкафчик. И тоже выключатели, которые переключают все вот это освещение. Ниже унитаз. Тетфорд керамический. С такой пластиковой плотной крышкой, которая звенит, как керамическая. Альда, отопление. И радиатор у нас тоже здесь от Альды присутствует. Туалетная бумага прячется внутри шкафчика. И через вот это вот отверстие можно ее вытягивать наружу. В остальном, в принципе, вот все визуально видно полочке. Конечно, туалет закрывается этой дверью, которую мы перекрываем. И у него, кстати, нормальная защелка, которую мы просто тянем на себя. Вот дверь. И она очень так с приятным звуком монументально легко защелкивает. За ничто, ни обо что не бьется. Привет, Нисмун, с их замками, которые нужно обязательно нажимать ручку. Далее по борту у нас шкафы. Новые ручки. Я, по крайней мере, раньше в Хюмер такие не видел. То есть, поворачиваем их, и у нас как бы замок открывается. Если закрываем, то все, открыть не можем. Вот это какая-то новая история. Шкаф, в принципе, то есть, гардероб один просто, другой полочки тоже есть палочка. То есть, если надо, полочкой убрали еще один гардероб, получается. Светильник есть, но светит он у нас только в верхнюю полку. Это вот та история, о чем я говорил, что мне очень нравилось в том же Нисман, и в Морелло, и, в принципе, много где мы встречали, что сделана подсветка вот вертикально по всей длине и освещает полностью весь шкаф. Этого ужасно не хватает, когда делают вот один светильник. Вроде как светло, но, тем не менее, когда здесь лежат вещи, которые, например, закроют этот светильник, здесь нам понадобится уже включать общее освещение, чтобы что-то увидеть. Под гардеробом ниже разместились ящики. Тоже 15 килограмм шильдик. Раз, два ящика. Спальня, повторюсь, отгораживается также вот этими жесткими раздвижными дверями, которые состоят аж из четырех частей. И они, конечно, легкие, комфортные в целом, очень легко передвигаются, но какой-то монументальности они не вызывают в ощущении монументального, поэтому я бы в дороге, наверное, бы в любом случае использовал только в закрытом состоянии и зафиксировал бы обязательно вот этим вот ремешком с двух сторон, потому что иначе я даже не знаю, выживут ли они. Даже здесь сейчас они как-то так вот меня немножко пугают. Спальня. Как вы видите, огромная кровать посередине. Это вот именно такая история, такая концепция, когда у вас, так сказать, на корме яхты, есть вот эта огромная кровать, и это, в принципе, основная и, по сути, единственная спальня. Под кроватью мы видим два небольших ящика. Вот эта ручка. Зачем, я не знаю, но кровать регулируется по высоте для того, чтобы менять объем багажника. В багажнике вам позже покажу это. Также здесь можно поднять вот такими газлифтами, как бы помогают они нам поднять эту часть. И здесь мы получаем дополнительные места для хранения. И даже доступ вот в этот верхний ящик у нас есть сверху из-под кровати. Слева от кровати расположились вот такие небольшие гардеробчики тоже. Они абсолютно симметричны, то есть, в общем, обе стороны абсолютно одинаковые. У окна есть радиатор, то есть, здесь тоже выходит отопление. Небольшое углубление вижу по бокам. Все. USB розетки 12 вольт и 220. Розетка одна по центру в изголовье. И еще в изголовье такие шкафчики. Да, они тоже открываются, кстати, как и на кухне, с помощью вот этой педальки. Но у них есть вырез, за который очень соблазнительно потянуть. Так что тут вот такое визуальное решение. А надо тянуть за, собственно говоря, специальную педальку. И тоже мы видим вот эти маленькие торчерчики, светильники, которые видели везде. По высоте вот мой рост метр восемьдесят. Здесь такая ступенька есть. Я поэтому упираюсь в потолок. Но если подойти по центру, то, конечно, мы стоим спокойно в полный рост. Это скорее такая ступенька, чтобы лечь на кровать. На входе мы видим вот этот ключок. Открыть я его, к сожалению, не могу. Нету ключа. Но это как раз вот через этот ключок мы получаем доступ в этот двойной пол, в это огромное багажное пространство. И также вы можете видеть две оси, литые диски от Mercedes. И здесь у нас кассета биотуалета. Около багажника у нас подключение сети 220 вольт от сети кемпинга. И багажник. Дверь, хочу обратить внимание, очень удобно открывается одной ручкой. И мало того, замок, я так понимаю, электрический. То есть центральный замок у нас открывает запор багажника, потому что здесь идет провод к нему. Внутри багажника что мы видим с вами? Из приятного. Это вот эта алюминиевая отделка пола. Это всегда хорошо, потому что надежнее и лучше, чем какие-то ковры, которые пластиковое покрытие, резиновое. Которое гораздо легче поцарапать и испортить, и будет жалко. Это даже если поцарапаешь, не жалко, и поцарапать сложнее. Две розетки 220 вольт вывели. Это классно, потому что сейчас очень популярны всякие электрогаджеты, которые удобно заряжать в багажнике. Освещение опять сделано точечным светильником, просто врезанным в стенку. И вот это мне тоже здесь не очень нравится. Мне больше нравится, когда светодиодная лента размещена по кругу, по всей длине, потому что это более равномерное освещение. И вот кнопка кровати, которую я обещал показать. Мы кровать можем опустить ниже, и как бы она у нас станет более комфортно внутри. И одновременно мы можем ее поднять для того, чтобы увеличить объем багажника. Еще из приятного, конечно, есть система хранения, вернее, крепление груза в багажнике. И вот такие же ползунки для этой системы внизу на полу. То есть можно здесь поставить какие-то дополнительные системы хранения в эти ползунки. Или, например, фиксатор для какого-то небольшого скутера, возможно, электрического. На двери мы видим кармашек, стандартный для Hymer. Мы их видим почти всегда. Hymer – это такая вот фишка. Эти кармашки, сеточки на двери. 4 килограмма нагрузка максимальная. И, конечно, есть тоже светильник с противоположной стороны. Hymer MLI 890 мы сегодня с вами посмотрели. На базе Mercedes-Benz Sprinter. Новая модель. Это полностью вот новая модель 2021 года. Напоминаю, мы находимся в Германии. Сегодня мы приехали на завод Hymer, потому что снимаем для вас альтернативный онлайн Düsseldorf. Показываем тех производителей, которые не смогли из-за карантина, из-за коронавируса попасть на основной Düsseldorf. Поэтому мы вот снимаем такую онлайн-выставку и показываем вам эти модели. Если не видели, также смотрите, мы сняли выпуски на самом Düsseldorf и на других заводах. Подписывайтесь на канал, и на финальной шапке будет ссылка на эти модели. По поводу Hymer MLI, что можно сказать? Это вот такая действительно яхта, трехосный автодом, большой, тяжелый, для двух человек, которые комфортно путешествуют. Цена этого экземпляра 165 тысяч здесь в Европе. Он стоит, вы просили называть цену чаще в Европе, вот я называю. 165 тысяч. Ну, вот не знаю, насколько надо нам или нет. Я вообще в целом не любитель интегралов, чисто эстетически. Ну, то есть это, конечно, более крутой премиальный класс, но почему-то мне симпатичнее что-то компактное. За исключением одного интеграла, в который я влюбился, смотрите прошлые обзоры. Там был очень интересный от Nisman Bischoff обзор интеграла. Вы смотрели канал Яхты на колесах. Меня зовут Антон. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова